В эфире информационная программа День города в студии Алены Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Когда нет тротуара и обходного пути, рязанцы рискуют жизнью, переходя дорогу у театра юного зрителя. В очередной раз в поселке Шлаковый автомобиль провалился в яму на дороге. 80 лет самой известной фантастической книги и как современные мамы отказываются от колясок для детей. В обычное время пешеходы двигаются по тротуару. Эта часть оговорена в правилах дорожного движения. Оно и понятно, а движение там безопасное. Правда, вот что делать, когда из-за ремонтных работ отсутствуют и тротуар, и обходные пути? Вам расскажет об этом Валерий Седов. Улица Соборная. До потока машин буквально полтора метра. Пешеходной дорожки здесь нет. Об этом сказано еще на улице Петрова. Там висит информационный плакат. А чуть дальше и вовсе перекрыто движение. Правда, людей это не останавливает. Ну, опасно, конечно. Нам туда, конечно, надо переходить, на ту сторону. А вот мы спешим. Ну, опасно, да. Видите, какое строительство. Страшно. Вот я иду и думаю. Сейчас бы вот стоят. Я не видела, что фотографируют. Работникам сказать. Хоть бы отгородили. Вот идешь с ребенком. Ну, все идут. Тут вроде как огорожено знаками. Где же тут еще типа эта странита? Пройти по улице Соборной в настоящее время можно только по одной стороне. Здесь и светофоры, и пешеходные переходы. В общем, двигаясь по тротуару, опасность вам точно не угрожает. А вот напротив, все куда хуже. Если после поворота с улицы Петрова вдоль проезжей части стоят дорожные знаки, дальше двигаться вовсе опасно. Ремонтная работа ограждает забор, с которым вплотную находится оживленная трасса. Если с одной стороны пешеходы уведомлены о том, что движение запрещено, то с другой их ждет сюрприз. Если вы идете со стороны улицы Ленина, то тогда упретесь в настоящий тупик. О котором, кстати, ни слова не сказано. Здесь ремонтные работы придется обходить прямо по проезжей части. Не обязательно даже ходить по дороге, чтобы понять. Участок на улице Соборной не обустроен для пешеходов. Для молодых людей вернуться назад и скорректировать свой маршрут труда не составит. А вот у пожилых это настоящая проблема. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Однако передвигаться даже по тротуару в Рязани небезопасно. Сразу двух пешеходов сбили на тротуаре в Гороще. Вылетевший вчера внедорожник на пешеходную зону сбил пенсионерку и женщину. Видео появилось в интернете. Инцидент произошел на пересечении улиц Гагарина и Бродиславской. Водитель на внедорожнике, чтобы избежать столкновения с легковушкой, применил маневр вправо. Машина не успела затормозить и вылетела на тротуар. Пострадавшие с травмами находятся в больнице. О последующей фотографии, которая появилась в интернете, можно попробовать угадать город. Причем безошибочно. В поселке Шлаковый в Рязани автомобиль «Шевроле» провалился в яму в асфальте прямо на проезжей части. Подобный случай уже не первый для Рязани. В начале сентября в яму в асфальте также провалился автомобиль на улице Чкалова. Рязанский цирк может открыться уже в марте 2018 года. Сейчас там ведутся ремонтные работы. Перед подрядчиком поставили задачу – сдать объект, чтобы он смог начать работу уже весной. По информации СМИ, в настоящее время на объекте сделаны инженерные коммуникации, полностью отремонтирована кровля здания, в помещении сделаны полы и перегородки. После ремонта в цирке появится современное освещение и звук. У спортивного комплекса «Олимпийц» прошла специальная тренировка, на которой полицейские отработали слаженность действий при пресечении массовых беспорядков. Подробности у Галины Ершовой. Пресечение массовых беспорядков отработали рязанские полицейские. По замыслу учений на стадионе «Олимпийц» возникла драка. Отношения пытались выяснить футбольные фанаты. Молодые сотрудники полиции выступили в роли хулиганов, которые пытались вырваться с площадки перед стадионом в город. Для их пресечения у спорткомплекса оперативно собрали мобильный отряд полиции. В его состав вошли представители всех территориальных органов внутренних дел на районном уровне. В количестве 280 сотрудников эти учения были проведены. В целом от области участвовало 12 подразделений от каждого района. В целом сотрудники проявили себя удовлетворителем. На место прибыло специально созданное для пресечения массовых беспорядков подразделение – 5-я рота отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Перед активной частью тренировки руководители проверили экипировку сотрудников, знание положенных законов и инструкции, которые регламентируют деятельность полиции в подобных ситуациях. В целом на учениях сотрудники полиции отточили навыки обращения с защитными щитами и резиновой палкой, а также отработали строевые приемы, необходимые для противодействия агрессивно настроенной толпе. В конце тренировки они применили шумовую атаку. Сложными действиями блокировали толпу, вычленили зачинщиков и прекратили хулиганские действия. Рязанские волонтеры, участники Всемирного молодежного фестиваля в Сочи прошли обучение. В библиотеке имени Горького собрались порядка 50 молодых людей, которые будут помогать в организации торжеств. Основными темами семинара стали эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, межкультурность и эффективная работа в команде. Обучающий семинар длился в течение всего дня. Тренерами выступили приглашенные гости из Москвы, имеющие большой опыт работы в сфере молодежной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях. 21 сентября, 80 лет назад, в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Рейла Толкина «Хоббит или туда и обратно». Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее о кольце всевластия, воплощенной Толкиным в дальнейшем. О том, читают ли фантастику современные дети и что они предпочитают, выясняла моя коллега Галина Ершова. Книга «Хоббит или туда и обратно» впервые была опубликована 80 лет назад в Англии и сразу стала классикой детской литературы. Ее автор Джон Толкин придумал сказку для своих детей и записал только для того, чтобы не запутаться в хронологии приключений. Незавершенная рукопись гуляла по рукам близких и друзей автора и в конечном счете попала к редактору лондонского журнала. Перед публикацией он отдал почитать ее своему десятилетнему сыну. Он написал такой небольшой отзыв об этой книге. Отзыв был положительный. Он даже возрастную категорию определил для «Хоббита от 5 до 9 лет». Английский мальчик в 1937 году. И отметил такой момент, что книга снабжена картами. И это в какой-то мере и степени заменяет иллюстрацию. Джон Толкин фактически стал первым британским автором, который сам иллюстрировал свои книги. Он отправил в издательство несколько самостоятельно нарисованных карт и черно-белых иллюстраций. Советские люди увидели «Хоббита» в образе артиста Евгения Леонова. Именно с него художник Михаил Беломский нарисовал Бильбо Бэггинса для первого официального издания в СССР. Однако при чтении иностранной литературы крайне важен ее перевод. Самый громкий скандал современности прогремел вокруг книг о Гарри Поттере. Передача прав другому издательству и, соответственно, книги, изданные в другом переводе, привели к тому, что старый Расмановский перевод становится теперь библиографической редкостью и стремятся наши читатели получить именно его. И, кстати, что касается «Хоббита», то тоже таким классическим и удачным переводом считается перевод Рахмановой. Найти канонический перевод вы можете в детской областной библиотеке. На днях ее сотрудники провели исследования среди читателей седьмых-восьмых классов. Оказалось, что молодые люди и девушки с завидной регулярностью берут именно фантастические истории. Это Джоан Роулинг, все книги о Гарри Поттере. Это Эрин Хантер, серия «Коты-воители», и Дмитрий Емец, книги от Тани Гроттера и о мифодии Бесславия. Стоит отметить, что фантастика стала не просто жанром. Под этим брендом выступают абсолютно разные истории. В их основе может лежать мифологический мотив, постапокалипсис, научные факты и антиутопии, киберпанк, детектив и даже женский роман. Из зарубежных авторов можно отметить Кристофера Паолини и его историю про Эрагона. Корнелия Функи, немецкий автор, да, «Чернильное сердце», ее история, тоже пользуется популярностью. Но не вечер, она пишет о девочках, то есть это еще одна такая градация этого жанра, истории про Нину. Российские авторы в основном пишут для взрослых. Всемирно известной стала серия книг «Сталкер» о приключениях в Чернобыле. Плеяда авторов под началом Андрея Белянина пишет юмористические романы о фантастическом средневековье. Однако есть и талантливые детские писатели. «Сталя Щерба», то есть ее книги пользуются популярностью. Опять-таки надо отметить, что среди этих книг очень много книг серийных, да, то есть продолжение следует. И дети приходят и очень даже ждут этого продолжения, да. Допустим, Гоглоев тоже зерцали, вот сейчас эти книги выходят, вот тоже каждая книга прям-таки вот ожидается. В нашем городе тоже живут и творят известные писатели, работающие в жанре фантастики. Так Юрий Манов стал автором сказочного фэнтези, в том числе трилогии о современных эльфах. Галина Романова создала цикл романов «В духе меча и магии». Сергей Панин, а также дуэт Олега Шелонина и Виктора Баженова представляют направление юмористического фэнтези. А автор научно-фантастических рассказов Владимир Голубев печатался у Бориса Стругацкого в журнале «Полдень 21 века». Поклонники саги «Голодные игры», возможно, обратили внимание, что книги на русский язык перевела Рязанка Юлия Моисеенко. Возможно, через несколько лет именно эти имена станут литературной классикой. А вот взять автограф у писателей можно уже сейчас. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Коляску в сторону. Все больше рязанских мам предпочитают этому транспорту специальные переноски. Слинги и эрго-рюкзаки покоряют все больше младых родителей. У них даже появился свой праздник и целая неделя слингоношения. Как ее отметили в нашем городе, знает Анна Герцовская. Слинг – это приспособление из ткани, в котором можно носить малышей с рождения и даже недоношенных детей. Существует множество вариантов ношения слингов с различными позами для малышей. Чтобы не навредить ребенку, нужно знать основные правила, которым обучают в сообществах слингомам. По традиции, во время недели слингоношения в Рязани семинары на эту тему проходят бесплатно. Сам праздник отмечается в нашем городе уже 8 лет, и многое за это время изменилось. В 2009 году я со своим первенцем впервые приняла участие в Международной неделе слингоношения. Тогда нас собралось 2 человека. А в прошлом году для сравнения на наш заключительный праздник пришло более 100 человек. Теперь слинги становятся все популярнее по нескольким причинам. Во-первых, это удобно. Мамы даже с маленькими детьми становятся мобильными. Вот, например, в выходные мы ходили за грибами с малышкой. Очень удобно в слинге. А если посадить ребенка за спину, носить его становится еще легче. Вес малыша распределяется по телу мамы более равномерно, и у ребенка появляется хороший обзор. Ему не скучно. Достаточно легко контролировать ребенка. Если ребенок маленький, мотаем его просто повыше, чтобы можно было к зеркалу подойти, либо использовать маленькое карманное зеркальце. И достаточно легко контролировать ребенка. Если засыпает, тем же полотном слинга можно подтянуть голову, зафиксировать. А подросший ребенок уже сам замечательно себя контролирует. Чтобы зимой и осенью не выглядеть как капуста и сверху куртки не надевать слинг, можно воспользоваться специальной одеждой, под которой малыша также не придется тепло закутывать. Сначала мы ребеночка заматываем в слинг, вот как он у меня здесь, вот. И потом надеваешь куртку. То есть здесь это специальная вставка, которую можно отстегнуть, получится обычная куртка. А можно вот носить ребеночка, то есть у него есть капюшон, есть специальные вот такие кармашки, чтобы полностью не расстегивать, можно было проверить, как там он себя чувствует, покормить, если вдруг очень нужно. Больше комфорта и удобства, свободные руки, рядом еще один ребенок. Так все чаще выглядят современные мамы. Но у многих скептиков остается вопрос, не вредно ли для психологического развития ребенка ношение в слинге? А вдруг он будет вечно проситься на руки? Ответ даст мама, которая носила каждого из своих детей в слингах больше, чем по году. Ты действительно не слезаешь с рук? Я на руки вообще не залезаю! Ну, у маленького ребенка есть такая потребность быть все время рядом с мамой. Есть даже такая определенная теория 9 месяцев в животе и 9 месяцев на животе. О том, что первые 9 месяцев маленькому ребеночку требуется быть рядом с мамой, чувствовать ее дыхание, сердцебиение. И очень важно в этот период насытить ребенка тесным контактом. А после этого уже ребенок подрастает, становится более самостоятельным. Так что миф разрушен. И еще один плюс слингоношения, но уже не психологический. Для ребенка очень полезно находиться в слинге. В некоторых позах его ноги широко разведены в стороны, что является безопасной переноской для здорового развития суставов. Кроме того, у малышей нет нагрузки на позвоночник. А вот такие рюкзаки, как кенгуру, могут навредить малышу до года, поскольку там все как раз наоборот. Так что чем натуральнее, тем полезнее. Все в наших сердцах! Это девиз рязанского сообщества «Слингомам», которые продолжают общаться друг с другом и делиться знаниями с другими мамами. На этой неделе их ждет еще несколько мероприятий, которые может посетить каждый. В воскресенье они приглашают всех желающих в актовый зал Рязанского свободного лицея, где состоится заключительный праздник. Там мамы с малышами на груди и на спине будут танцевать. В этот раз на организованной прогулке по Рязанскому Кремлю в рамках празднования недели слингоношения побывали Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Из-за ежедневного общения в интернете страдает обычная речь. Все чаще в обиходе эмодзи и сокращении. Попытался спасти великий, могучий, из одной погрузился в виртуальный мир Валерий Седов. СПС, ИМХО, ЛС – это не иностранные слова. Из таких диалогов строится современное общение в виртуальном мире. Привет сокращается как прив, а может быть превратилось в две буквы – М, Б. Мода на сокращение пришла с появлением интернет-месседжеров. Тогда же пользователи открыли для себя и смайлики, которые вначале добавляли бездушному электронному диалогу эмоциональности, а после стали заменять слова. Если человек, ну, немножечко как бы раскрашивает, придает эмоциональность фон смайликам, ну, это еще как-то скобочки, там, смайлики расстроенные и так далее. Но я боюсь, что очень скоро это будут цепочки смайликов, как шифрограмма, которую другой человек должен, как бы, это вот определенная субкультура, куда может народ так вот провалиться. Этого бы совсем не хотелось. Смайлики являются привычным атрибутом общения в интернете. С их помощью можно выразить любую эмоцию так, чтобы это было понятно собеседнику без слов. Кроме того, современные науки о языке изучают смайлики и как знаки припинания, позволяющие отразить настроение пишущего. Я считаю, что, как бы, уход вот в эти смайлики, большей части, ну, как бы, содержательные сообщения, это не совсем хорошо. Почему? Потому что, ну, действительно, они начинают заменять большое количество слов, которые бы человек мог бы написать. Соответственно, он их не напишет, соответственно, некоторые слова начинают утрачивать свое значение. Хотим мы того или нет, смайлики и сокращения уже плотно вошли в нашу жизнь. Они используются даже в тех случаях, когда люди пишут письма от руки. Тем не менее, с каждым днем появляются все новые средства общения, которые встраиваются в текст. Анимационные изображения, аудио, видео. Теперь это неотъемлемый атрибут любого электронного диалога. Я думаю, что взрослым людям, чьи дети активно сидят в интернете, ну, наверное, надо давать еще и какие-то художественные книжки. В последнее время все чаще можно заметить, как в электронном диалоге слова заменяются на смайлики. Но специалисты утверждают, что такой способ письма в сети нормой не станет. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте горд62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться! Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok